По итогам визита президента Шавката Мерзиёева в Южную Корею с 16 по 18 декабря 2021 года между Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом, Корейским институтом КАЙТЭХ, Министерством инновационного развития и Ташкентской областной администрации был подписан меморандум, предусматривающий разработку дорожной карты по развитию научно-производственного центра редких металлов в Узбекистане, разработку высокоэффективных технологий производства запчастей из промышленных материалов, создание средних и крупных опытных промышленно-экспериментальных предприятий, международное сотрудничество, а также определены такие задачи, как подготовка кадров инженеров в магистратуре и докторантуре. В данное время приняты практические меры по обеспечению реализации задач, изложенных в настоящем меморандуме. В частности, президент Корейского института промышленных технологий НАК КЮЛИ, посетивший 30 марта Алмалыкский горно-металлургический комбинат, встретился со специалистами института КЕРАМ и руководством АО Алмалыкской ГМК для обсуждения поставленных в меморандуме задач. В ходе встречи был подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве и составлена дорожная карта. Корейские партнеры обменялись мнениями о внедрении на комбинате технологий получения высокочистых редких металлов. Согласно дорожной карте, проекты будут включать производство продукции с добавленной стоимостью на основе таких металлов, как молебден и медь. В ходе переговоров также обсуждалось ускорение поставки промышленного экспериментального оборудования на сумму 15 миллионов долларов США в узбекско-корейский научно-технический центр в рамках корейского гранта ОДА. По словам сотрудника ГМК профессора Амира Абидова, центр будет оснащен оборудованием второй и третьей очереди. Опытное оборудование будет доставлено в производственный экспериментальный цех центра. В результате технологии, разработанные в лаборатории, будут опробованы в промышленном цехе и запущены в производство, что обеспечит полную цепочку центра от идей до производства продукции с добавленной стоимостью. В ходе визита господин Нак Кюли и сопровождающие его лица также посетили месторождение Кальмакыра и Юшлик-1 и научно-производственное объединение по производству редких металлов и твердых сплавов. Корейские гости ознакомились с технологическим процессом производства в этих подразделениях комбината. В рамках партнерства АО Алмалыкских ГМК и Института Кайтех во второй половине 2022 года планируется провести шестой двусторонний семинар по индустрии редких металлов и меди в Сеуле. Ожидается, что в международном семинаре примут участие специалисты Кореи и Узбекистана.